И получается, что если мы здесь отсекаем, эта улица отсекается, сливается, да, или сливается сразу в колодцы, сразу всё, то баня остаётся без воды Земсков бы сейчас передёрнул на это дело, если бы видел Ну, короче, блин, ну прям лайк, никогда такого не вижу, даже у топовых производителей Рубрика «Без комментариев» Всем привет! Мы с вами сегодня вернулись в резиденции композиторов Вот, я вам уже показывал вид из окна, вы должны были запомнить этот объектик Я тут уже не первый раз работаю, ну и не только на этом объекте, а вообще в этом жилом комплекте Так судьба распорядилась, что я тут уже не первый объект делаю В общем, вот санузел, вы помните, как тут раньше всё было, когда мы смонтировали Сейчас вот стены зашились гипсокартончиком Плитка такая, пикселька, да, прикольная Размер плитки, короче, метр на 33,3 То есть, короче, три плитки, это получается один квадрат метр на метр И пиксели вот эти прикольные такие, блин, мне нравятся Земсков бы сейчас передёрнул на это дело, если бы видел Вот, лючок такой поставили Ну, как я и говорил, да, швы, получается, попали И лючок, получается, закрывает нишу Единственное, что только неправильно сделали, что зажёпили денег И не заказали люк побольше нормального размера, чтобы он был нормальный люк А то вот на маленький люк налепили большие плитки Получилось, короче, вот что получилось Но, в принципе, до всего можно добраться Ко всему есть доступ Вот, проблем нет с этой нишей Подсветку тут, наверное, какую-то планируют Розеточку-то сделать Как я думаю, да Вот, что-то такое тут протащено Вот, здесь раковина будет, куча проводов Вот, ванна Там, видите, где каналюга Контура заземления И датчик протечки выведен Смеситель Не люблю, когда такие большие дырки сделают Потому что потом эсцентрик со смещением будет сложно их закрыть Скорее всего, придётся подбирать отражатели, чтобы закрыть это дело Ну, ладно А мы сюда приехали, в общем, друзья, чтобы установить конвекторы Вот, видите, труба здесь И помните, здесь был пеноплекс Мы укладывали с вами закладные элементы здесь И вот в этом месте тоже Вот, мы здесь будем устанавливать конвекторы Поставим лазерный уровень У нас тут вот уже есть чистый пол Видите, тут уже плиточка И здесь ещё будет паркет Ну, и здесь они будут без порога Это примыкание И вот поэтому отсюда, вот с этого места Мы берём уровень туда И по этому уровню устанавливаем уже непосредственно конвектор Сам конвектор мы с вами установим Хайзеровский Мне нравятся эти конвекторы своими Вот этими двухэтажными теплообменниками Шикардос просто Так, сейчас я его возьму двумя руками Вы только посмотрите, какая красота Просто бомба Правда, вот в этих местах узковато Ну и ладно Вот, короче, здесь полдюймовая резьба И встроенный есть маленький кран Маевского Ну, то есть, стало быть, он стоял неправильно Надо его перевернуть вот этим кверху Вот, в чём фишка этих конвекторов Чем они нравятся мне? Тем, что вот такой двухэтажный теплообменник Хоть с небольшим, но с перепадом высот Есть возможность поставить и запитать его в квартире От однотрубной системы Вот, это удобно Оно работает Есть видео у меня на канале Где с таким же теплообменником Только, правда, другой фирмой Там был Вармановский конвектор Вот, точно так же я устанавливал И всё работало Показывал там температуру слейка и конвектора Вот, ну, короче, в чём суть Там конвекторик у нас маленький А здесь большой У нас здесь больше 4 метров От того угла до того А это значит, что конвектор состоит из двух частей Потому что когда больше 4 метров Его уже делают составной Потому что больше 4 метров Он уже, ну, не влезет там на лестничном марше Его тяжело там развернуть, протащить и так далее В машину уже не везде он влазит Там не в каждый грузовик Ну и, короче, удобнее просто, когда он из двух частей Вот мы сейчас видим половинку конвектора не целой Видите, у него одна стена не глухая Сюда присоединяется ещё одна Вот она, вторая Вот, и в чём фишечка этого конвектора? Очень-очень толстый металл Из которого сделана эта коробка Обычно, знаете, вот есть отечественного производства Вот в Краснодаре делают эти конвекторы Такой тонкий металл, как из фольги Говняно покрашенный Там покрашенный только вот внутри Вот это то, что видно Снаружи там где-то покрашено Где-то не прокрасы Такие дно вообще ничем не крашено Такое, знаете, ну, сделано как насрать А стоит, кстати, не намного дешевле, чем нормальный конвектор Вот, ну, не знаю, короче, чем ребята руководствуются Ну, потому что, ну, всегда есть те, кто любит экономить хотя бы копейку И в итоге, как это, в Ютубе распространённые, да, комментарии Краилова приводит к Попадалову Вот это как раз тот самый случай Короче, ребя Прикиньте, открываю конвектор Здесь всё вот это вот так защищено Теплообменник Нигде не покорябаный Ни один уголочек не загнутый Ничего, блин, даже варманд грешат тем, что, знаете Открываешь, а там он весь отпизженный, блядь, этот Теплообменник Как будто на нём там, я не знаю Танцевали Вот, здесь всё защищено, супер И, короче, под этой крышечкой было Я вам сейчас покажу Положили вообще всё Ну, ножички, болтики, понятное дело Винты регулировочные Обычно они под плоскую, упаси Господь Иногда под крестовую отвертку Здесь под шестигранник Лайк, однозначно лайк Не пиля подложили Лайк, однозначно лайк Смотрите, удлинялочки Уже готовые Это для соединения двух половинок конвектора между собой Прокладочки Толстенькие Специальные Толковые Нормальные Человеческие прокладки здорового человека Как это? Не прокладки курильщика А прокладки здорового человека Положили Положили Вот Ключик для крана Маевского Не пластмассовый говноключик А нормальный Человеческий Блин, это, короче, это, знаете Это уровень, друзья Сейчас я в кармане у себя посмотрю У меня в кармане Смотрите, даже у меня, видите, тоже такой же ключик Ну, очень похожий Сейчас, сейчас ещё в кармане полазу Подождите, подождите Сейчас я покажу Вот у меня в другом кармане Смотрите, один в один вообще Два ключа у меня для крана Маевского в кармане Ну, шикардос вообще Просто это уровень, да? Здесь вот эти вот все моменты Если труба, чтобы не гнулась Чтобы острый край не мешал всё Краники тоже человеческие Нормальные Со сгонными резьбами С парамитовыми прокладочками В комплекте Короче, ребят Эти конвекторы производит человек Который, судя по всему Сам их ставил много раз Ну, либо он слушает то, что ему говорят монтажники Касаемо установки этих конвекторов Может, какие-то моменты Может, какие-то претензии им пишут И они реагируют на эти претензии Вот Короче, вот за такой набор Что здесь всё есть Однозначно лайк Я бесплатно даже прорекламирую этого производителя Хайзер Трейд Инжиниринг Контора Не знаю Что они, как Ну, короче, блин Ну, прям лайк Никогда такого не вижу Даже у топовых производителей Не всегда такое бывает в комплекте Это однозначно лайк Немножко перехвалил Одну прокладочку Не доложили Потеряли где-то Может, по дороге потерялось На улице уже темнело А мы уже закончили Уже Еще только Короче, получилось Штраба для конвектора была кривая Она вровень выпирала Относительно стены Пришлось еще выдолбить И, короче, выставить его Завтра ребята его зальют Вот, ну и здесь, в общем Так, не знаю Камера должна убить Ну, в принципе, особо не на что тут смотреть Конвектор Конвектор стоит Себе стоит Короче, друзья, меняю котел Такой На такой На аналогичный Ну или очень похожий Вот, котел, короче, смотрите Подключен без всего Без кранов Без какой-либо арматуры Вот так Здесь сгон и здесь сгон Как видите, я его грею И рокфорсом тут Умираю с ними Кстати, рокфорсе Состояние На сегодняшний день Рубрика Без комментариев Нечего было подставить Вот, еще здесь Заготовил Насосик Насос бэушненький Здесь будет еще Термометрик Я поставил Вот, я эксперимент ставил В прошлом видео Остался термометрик Мы его здесь Заюзаем Вот, почему все такое бэушнее Все уебищное Потому что Потому что, друзья Бюджет этого объекта 0 рублей 0 копеек Включая стоимость материалов Так, в общем, друзья Такой срач Оставляем После себя Обрезочки Ну вот Таким вот образом Котел позаменили Вот, насосик Ну и отсечные экраны И термометрик Еще вот Врезал сюда Насос На подаче Потому что на обратке Видите, тут места маловато Я еще вот Сгонную резьбу срезал Вместо ниппеля Я ее использовал И сюда американку Вместо сгона Который тут был Был сгон Я от него резьбу отрезал И здесь, короче, заюзал Вот Ну, потому что это понадежнее Вот И здесь насос на подаче В принципе, разницы нет Ставить его на подаче Или на обратке Потому что рабочая температура Насоса 160 градусов А максимальная рабочая температура Этого котла 80 градусов Поэтому Без проблем Насос может стоять И на подаче В том числе Вот Обычно люди ставят на обратку Потому что там похолоднее И надеются Что он будет дольше ходить Из-за этого Ну, не знаю Насколько это правда Вот Ну, в общем Такое Погнали дальше Кошаки У меня дома Свернулись Калачиками Ждут морозов То кошка Нюся ее зовут Это мяфля Прибился Тут к нашему дому Месяц Полтора назад Наверное Скоро будет кастрирован Вот Ну, такой Кто-то его выкинул Короче Он к нам прибился Теперь он С нами тусуется А это мой любимчик Его зовут Ублюдок Ну, раньше его звали Тимоша Он раньше жил в квартире Вот А теперь он живет В частном доме У него тут свобода Он теперь хоть небо видит Над головой А почему я его переименовал В ублюдка И почему он отзывается На ублюдка Короче, вот та кошка Она крысоловка Она ловит мышей на поле Дома мышей нету Уже давно Вот И она, короче Ходит на поле Их ловит И мертвых притаскивает Короче И на крыльце укладывает А ублюдок, короче Берет самую жирную Мышку И идет с ней К соседке С этой мышкой Как будто бы Это он поймал И эту мышку Короче, соседке показывает Она его подкармливает За этой колбаской Там Или какой-нибудь вкусняшкой Вот Это тварь Потом берет Эту мышку И идет к другой соседке И вот он с одной мышки Имеет такую Неслабую моржу Короче Ну и поэтому Вы, наверное, видели И он там На задних планах Мелькал Гидроаккумулятор И какие мысли В регионе Это Москва Московская область Приличного качества Кабель стоит В районе Трех-четырех тысяч рублей Но В чем суть Греющий кабель Он сам по себе Вещь довольно ненадежная Он может перегореть Я использую Греющий кабель Всегда и везде Когда делаю ввод Но я делаю ввод так Чтобы он в принципе Не перемерзал А этот греющий кабель В принципе не работал То есть он есть Он должен быть Но он не должен работать Это на самый крайний там случай Например Если, например Вот такие вот Дачные скворечники Вот видите Мы видим Вот здесь вот По правой стороне Видите здесь Тоже Они такие слабо утепленные Маленькие домики С летним водопроводом Летом люди пользуются А на зиму сливают Оставляют И вдруг зимой Появилась необходимость Приехать И Попользоваться водопроводом Вот в этом случае Греющий кабель Конечно Панацея офигенная Если у нас Фундамент курильщика То есть Что я называю Фундаментом курильщика Это какие-нибудь Винтовые сваи Или Буронабивные сваи У которых Небольшой ростверк У которых Короче Под домом Холод И Нет возможности Эту автоматику Все устанавливать Там нет подвала Ну Фундамент Короче Курильщика Не ленточный фундамент В ленточном фундаменте В подвале Может быть Плюсовая температура Просто за счет того Что от земли Может быть тепло Но опять же Зависит от того Насколько это цоколь И насколько он утеплен Вот И Значит Какой момент у нас Какие варианты Есть Греющие кабели Но для меня Это не вариант Потому что это Ненадежно И недолговечно И я вот думаю Устроить где-то Кессон Где-то между Домом и баней И в этот кессон Поставить гидроаккумулятор Туда завести Электричество И там Обустроить Автоматику Управления Насосом Насосом Ну скважины Колодцы Короче Насосом Вот И таким образом Пользоваться То есть если На зиму допустим Не нужна баня Или не нужен дом Чтоб можно было Это дело отсекать И сливать А другим Построением В это время Пользоваться И автоматика Чтобы была Круглогодичная И ее не опорожнять Чтоб она всегда Работала Круглый год Вот В принципе Я так прикинул Там грубо говоря Три-четыре тысячи Стоит греющий кабель Да А он там скорее всего Не один понадобится Скорее всего Их понадобится пара А это ну там Пять-шесть тысяч Грубо говоря Вот А это уже Деньги какие-то Бетонные кольца Стоят там По полторы тысячи Рублей за штуку Ну примерно В моем регионе Нужно два бетонных кольца Просто вкопать в землю Вкопать их В принципе Большого труда не стоит Я один вкапываю За пару часов Ну за три часа Вот Пока что еще погода Позволяет это сделать Вот Я думаю Вкопать пару колец Сделать Поддон такой Ну на пол кольца Где-то Там установить Гидроаккумулятор Установить всю эту арматуру Установить реле Туда затащить электричество И оттуда И оттуда уже Управлять этим делом По цене Получится примерно так же Но единственное Больше уйдет труда Это более трудоемко Но зато Это абсолютно надежная И безотказная система Есть еще вариант Такой Если баня Круглогодичная То Гидроаккумулятор Установить в бане В котельной Которую мы собрали И там его эксплуатировать В принципе Он там будет в доступе И к нему легко будет подобраться Все здорово Но В котельной тепло А гидроаккумулятор Всегда холодный Он будет конденсировать Под ним будет всегда лужа Это будет неприятно То есть он снаружи Будет просто потеть Это неприятно Вот И расстояние получается От колодца до бани От бани до дома Слишком большие Тоже неудобно Вот И в этой связи Я подумал Что разумнее всего Будет обустроить кессон С точки зрения цены Это не дороже Чем Если бы мы использовали Греющий кабель А с точки зрения надежности Это на две головы выше Чем Греющий кабель Вот И вот Сейчас будем с заказчиком Это обсуждать И я буду все-таки Такой вариант предлагать И я так полагаю Что прямо сейчас На конкретном варианте Мы не остановимся И возьмем там Тайм-аут Недельку подумаем За это время Как раз выйдет Это видео И вы сейчас это увидите Может быть вы предложите Какой-то свой вариант Так В общем друзья Снег пошел По всей видимости Моих котов Не обманешь Вот Сейчас я вам покажу Вкратце Так вот друзья В общем колодец Находится здесь Здесь находится дом Баня находится Вон там Вот мы с вами видим Да Вот здесь Прокопана траншея И в баню В баню заведена вода Заведена по временной схеме Как я уже объяснил Вот труба ПНД Видите Я тупо тройник врезал В существующую магистраль Вот из колодца идет Это уличный водопровод Это пошло в дом И пошло туда дальше В дом Там за стеной Находится гидроаккумулятор И реле управления Реле давления Управления насосом И здесь в этом месте Я врезался И получается Что если мы здесь Отсекаем Эта улица Отсекается Сливается Да Или сливается Сразу в колодце Сразу все То баня остается Без воды Вот В принципе Вариант А Это врезать сюда Кран отсечной Сливной С дома Экспанзомат Гидроаккумулятор Перенести сюда Врезать сюда Например И организовать все это здесь И куча греющих кабелей Но как по мне Это не вариант Потому что Надо еще и Куда-то деть бак Ну и кабели Стоят денег Что я думаю Вот траншея есть И здесь есть труба Выкопать в этом месте Вот там баня Выкопать в этом месте На два кольца Здесь грунтовые воды Далеко Довольно Единственное Только тут талые воды Могут быть Ну а головок Поднимем Над уровнем земли От талых вод И сюда пару колец Вкопать И в этих пару колец В этот кессон Уже поставить гидробак И в этом гидробаке Сделать всю арматуру На все На дом И на баню Чтобы все отсекалось И сливалось отдельно Вот Может быть У кого-то есть идея Получше Друзья Может быть Вы знаете Как можно сделать Лучше Умнее С точки зрения Расходования денег Ресурсов И трудозатрат Так чтобы получить Идеальный результат По минимальной цене Пишите свои предложения В комментариях Или может быть Может быть Если моя идея нравится Тоже напишите Может быть Вам есть чем Ее дополнить Вот Ну в общем На этом Все пожалуй Напишите Как вам Такой формат Формат Того Как я провел Сегодняшний день А не формат Того Как я делаю То есть Ну в этом ролике Вы видели Чем я занимался Сегодня и вчера Вот Делать ли так почаще Или может быть Лучше Все-таки результат И уже готовый результат Показывать В режиме портфолио Как я это делал До сегодняшнего дня Вот Ну ладно Всем удачи И пока Забирай себе Я не тебе Блять Я видео записываю Смотри Смотри Миталь Дверку Сделали Вот для него Капец Шук Не важно Сука Маленький Маленький